Это вот новый слой малярного скотча. Вчера наклеенный уже снег. Здесь видно старый. В квартире Александры Зориной можно смело играть в снежки. С приходом 40-градусных морозов на окнах и балконных дверях начал намерзать снег и образовалась наледь. Кроме того, из-под пластиковых окон круглосуточно дует холодный воздух. Батареи, рассказывает Александра, в такой мороз совсем не греют. Девушка признаётся, чтобы хоть как-то согреться, приходится носить несколько кофт и спать под тремя одеялами. Раз, вот ещё второй плед, здесь одеяло. А если прям совсем холодно, вот четвёртое одеяло. И только так, иначе прям совсем холодно. И такая проблема практически в каждой квартире многоэтажки. Дом сдался только в мае прошлого года. Всё это время в городе стояла относительно тёплая погода, поэтому раньше выявить недочёты жильцы не могли. Квартира семьи Макаровых пережила сразу два происшествия. В октябре в доме прорвало трубу. Жильё оказалось полностью затоплено. Не успели сделать ремонт, как новая беда. Угол совершенно промёрз, отваливается штукатурка, то есть оттуда очень холодно несёт. Соответственно, что там творится, да, это плесень, весь угол. Это вот сегодня зима. Ну, соответственно, можно посмотреть, что творится на окнах. Замёрзшие окна совершенно. Многие жильцы не выдерживают холод в квартирах и за свой счёт пытаются устранить проблему. У нас есть общий чат жильцов. Мы позвали человека, которого рекомендовали там, который уже приходил, другие окна отрегулировал. Вот он пришёл, здесь отрегулировал, стало гораздо лучше. В строительной компании рассказывают, в этом году заявление от жителей многоэтажки к ним не поступало, тем более по окнам. Причин образования наледи, объясняют в компании, может быть несколько. Основное – несоблюдение режима влажности. Однако в каждой квартире причина может быть своя. Сейчас жильцам рекомендуют не решать проблему самостоятельно, а написать заявление в строительную компанию. Ну, в принципе, окно-то сложный механизм, непростой. Мы даём такую инструкцию по эксплуатации квартир. Там целые две страницы про окна написано, что их надо и влажность соблюдать, и регулировать, и самим смазывать. Но обычно этого никто не делает, но я скажу так, что на каждое обращение мы реагируем. Мы реагируем и решаем. Устранить недочёты в строительной компании пообещали в ближайшее время. Всё зависит от погодных условий и сложности случая. Екатерина Деревянко, Дмитрий Кутько, Афонтова новости.